Всем привет! Это магазин Дайверс. Меня по-прежнему зовут Максим Селиванов и сегодня мы решили записать сюжет для тех, кто очень хотел бы попробовать дайвинг, но боится, что все пойдет не так или вообще решил, что дайвинг это не для него. Я вам отказал в общей сложности раз 45, а вы предлагали опять и опять. Давайте сразу оговоримся, что попробовать дайвинг нужно либо в море, либо в бассейне. Это самые безопасные варианты. Пожалуйста, не рассматривайте ближайший пруд в этом качестве. Там темно, холодно, ничего не видно и вы оглянуться не успеете, как мерзкий ил засосет вас по пояс. Дайвинг в таких местах, как правило, практикуют старые и опытные камикадзе, но есть дайверы с довольно высокой подготовкой и очевидными девиациями в плане оценки прекрасного происходящего. Собственно, бассейн тоже не стоит рассматривать как дайвинг. Логичнее отнестись к этому, как к довольно интересной медицинской процедуре, ведь при погружении под воду вы видите по-другому, слышите по-другому. Ваши тактильные ощущения меняются, то есть практически все каналы, по которым информация поступает в ваш мозг, перенастраиваются. Начинают расслабляться даже те мышцы, о которых вы не подозревали до этого. В бассейне у вас есть все шансы попробовать некую совокупность ощущений, которую можно обозвать миорелаксацией на фоне сенсорной депривации. Так, стоп. Алиса, что такое миорелаксация на фоне сенсорной депривации? Сенсорная депривация, частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств, которое приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему. Стало понятнее. Именно на этом и стоит сосредоточиться в процессе такого погружения. Кстати, многие дайверы, не имея возможности погрузиться в море, с удовольствием приходят в бассейн, чтобы на телесном уровне вспомнить, как это вообще здорово. Ну еще бы, минут за 20 в бассейне, расслабившись и лежа на дне, вполне можно добиться той степени спокойствия и отрешенности, ради которой Будда сидел под своим деревом множество лет. Так что разрешите еще одну оговорку. Дайвинг это все-таки про море, ведь именно там подключается одна из самых главных составляющих – визуальная. Поэтому давайте с вами договоримся, что пробовать дайвинг стоит там, где есть что посмотреть. Яркие нарядные рыбы, кораллы, величественный рельеф дна или, например, всевозможные затонувшие объекты или подводная археология. Ну просто для того, чтобы все было красиво в ваш первый раз. Зачастую именно неудачная первая попытка заставляет поставить блок на дайвинге, вешая на него ярлык опасного, стрессового и не очень интересного увлечения. Теперь давайте разберемся, сможете ли вы заняться дайвингом по физическим причинам. Очень часто слышу фразу о том, что дайвинг не для меня, потому что когда я маленький был и нырял, то у меня болели уши. И почти всегда это связано с тем, что вы просто не знали о том, что надо выравнивать давление в процессе ныряния. В этом нет ничего сложного и страшного, и это едва ли не первое, о чем вам расскажет ваш инструктор до погружения. Понятно, что есть совсем крохотный процент людей, которые действительно имеют медицинские проблемы и не смогут из-за них погрузиться. Но он действительно очень мал. Лишь в 2%. И по-хорошему, абсолютных противопоказаний для занятий дайвингом всего два. Это диабет с инсулиновой зависимостью и эпилепсия. Поэтому практика показывает, что при необходимой консультации с врачами дайвинг доступен почти всем. Возраст вообще не проблема. Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. Знаменитый режиссер и актриса Ленири Фенштайн начала заниматься дайвингом, когда ей исполнилось 70 лет. Им она занималась до 98 лет, став известным подводным оператором и фотографом. Так что возраст дайвингу точно не помеха. Немного воли, как говорится, и триумф вам обеспечен. Физические кондиции? Не нужно быть культуристом или уметь пробегать стуметровку за 7 секунд. Дайвинг не спорт, и в нем нет соревновательного элемента. Умение плавать? Если уж на то пошло, даже наличие рук и ног для дайвинга не обязательно. Есть даже специальное агентство, которое обучает людей с ограниченными возможностями, превращая их в дайверов с неограниченными способностями. Не верите? Посмотрите в интернете историю Дмитрия Павленко, дайвера, который погружается много и глубоко, и у которого нет рук и ног. И он в этом совершенно не уникален. Вода попадет в маску. Вы научитесь из нее избавляться. Не переживайте. Если что, попросите просто перед началом погружения своего инструктора дать вам возможность ставить регулятор в рот и опустить лицо в воду без маски. Это здорово успокаивает и даст вам возможность понять, что вода на лице – это не повод паниковать. Риск утонуть? Да, он присутствует. Так же, как и риск быть погребенным заживо в египетской пирамиде на экскурсии. Выпустите меня отсюда! Ребята, нормально! А если серьезно, дайвинг похож на управление автомобилем. Главное – пройти обучение и следовать правилам. Риск есть, но в ваших руках сделать его совершенно призрачным. Главный предохранитель здесь – ваша собственная голова. Лично я думаю, что самый оптимальный способ попробовать дайвинг в море – это погрузиться с берега. Очень удобно встать на колени и где-то на глубине чуть меньше вашего роста и освоиться и отрепетировать элементарные упражнения. А потом – вперед! К тому же, вы всегда можете просто подняться с колен, и ваша голова будет над водой. И когда первое волнение пройдет, вы будете полностью готовы к тому, чтобы начать осваивать подводный мир. Именно поэтому, по этой методике, первые шаги делают ученики в бассейнах. Так что бояться тут действительно нечего. Надо просто попробовать. Пока вы решительно настроены заняться дайвингом, мы желаем вам удачи на новом поприще, а сами ждем лайк, подписку и вашего желания узнать чуть больше о подводном плавании, в чем мы вам и поможем.